Мировое производство мяса в 2018 году оценивается в 336,4 миллиона тонн. По прогнозам к 2050 году эта цифра достигнет 465 миллионов тонн в год. Согласно данным 2018 года, мясо птицы – самое потребляемое мясо во всем мире – 123 миллиона тонн. Сегодня среднестатистический человек ест примерно 43 килограмма мяса в год. Показатель различается в зависимости от стран. В целом это напрямую зависит от уровня доходов на душу населения. По данным 2018 года, больше всего мясо едят в США около 40 миллионов тонн. В России эта цифра составляет примерно 11 миллионов тонн. Мясо присутствует в рационе человека с давних времен. А что будет, если отказаться от него? Возможно ли жить без мяса? Вы еще и спрашиваете, скажут веганы и вегетарианцы. Конечно, возможно. А что говорит наука? Польза и вред мяса давно обсуждаются врачами. Некоторые из них утверждают, что мясо – это незаменимый продукт для полноценного питания. Мясо является источником белков, жиров, минеральных веществ, фосфора, железа, калия, магния, цинка, йода. Помимо этого, мясо является источником витаминов А, Д, Е и В. Также существуют аминокислоты, получить которые из других источников очень сложно. Противники потребления мяса утверждают, что белок можно получать из бобовых и зерновых культур, что рыба также является источником животного белка. Что касается витамина В12, то он синтезируется в организме, и его можно принимать в виде пищевой добавки. Разные пищевые добавки могут заменить полезные вещества, которые содержатся в мясе. Некоторые ученые утверждают, что употребление мяса может стать причиной развития разных заболеваний. Сторонники употребления мяса, наоборот, утверждают, что оно обязательно должно присутствовать в рационе детей и пожилых людей, что любители растительной пищи страдают от анемии и железодефицита, а также связанных с ними проблем. Это больше касается веганов, нежели вегетарианцев, потому что веганы не употребляют не только мясо животных, но и рыбу, молочные продукты и яйца. Так что, может ли человек жить без мяса? Конечно, может. Но нужно ли жить без мяса? Человек может быть вегетарианцем, однако мясо необходимо для нормального роста организма и поддержания здоровья. Просто есть нужно умеренно и правильно. Другое дело, если у вас такие моральные этические принципы, которые не позволяют употреблять мясо в своем рационе. Если вы полностью отказываетесь от мяса, то сделайте это только после консультации с врачом. В нашей жизни, как в этом вопросе, так и во всем, выбор за вами. Подписывайтесь на наш канал и помните, что вы решаете, как жить. Только при выборе учитывайте все плюсы и минусы этого выбора, чтобы потом не платить за свои ошибки. Хорошего настроения!